Очень часто в мире есть какие-то клише, когда одним словом можно сказать очень многое. Ну, например, слово «блондинка», или слово «автоваз», или ещё какие-нибудь такие вот слова, которые подразумевают что-то вот за ним стоящее. Эта девушка развенчала одно клише, которое очень часто есть в головах у людей, когда говорят «модель умной не бывает». Она модель, она красивая, она умная, она финансист, она умеет считать, она просчитывает всё, что нужно для успеха. У неё большая команда, у неё большие амбиции, очень большие мечты. Она одна в бизнесе, потому что есть причины, потому что муж не может пока временно присоединиться, и тем не менее она справляется с огромной организацией и каждый год показывает новый и новый успех своей команды. Которая мечтает, чтобы все девушки мира были красивы, конечно же, с компанией «Арифлейм». Человек, у которого очень высокие цели и очень большие амбиции. Встречайте! Ирина Басюк! Здравствуй, Арифлейм! Прежде всего, я поздравляю вас с потрясающими достижениями филиала. Это просто что-то нереальное. Это очень круто. 15 лет назад, когда я пришла в Арифлейм, у меня не было даже 149 рублей, чтобы охранить дискон. Поэтому я пришла в коллектив и как финансист сказал, давайте скинемся по десятке и будем покупать по себестоимости. Так я организовала клуб совместных закупок. Позже для меня было всегда комплексом продавать. Поэтому я просто-напросто всем предлагала сразу же опору дискон, чтобы брали напрямую производителя. Сначала это я сделала в нашем маленьком военном городке Сибирске Алтайского края. Затем в 2009 году я стала то же самое делать через интернет. Просто предлагать дискон. И в 2011 году у меня были первые три онлайн-директора. Два из них, которые присутствуют сейчас. Это Светлана Волкова и Екатерина Ганюк. И сейчас прошли годы, и теперь нас уже 10 тысяч человек. И годовой товарооборот нашей команды более 1 миллиона евро. 1 миллион евро. И при том, что мы управляем этим бизнесом, не выходя из дома. Мало того, мы этим бизнесом управляем в разных странах мира. Главное, чтобы просто был современный гаджет, вай-фай, интернет. Моя первая профессия была в Мадриде. Но и я сейчас продолжаю мне быть. Потому что я являюсь лицом бренда так же, как и вы. Раньше я носила бодиумные дизайнерские платья. Чужие. С Рифлэм мне подарили платья от Гидашкина. И я была почетным гостем на открытии недели высокой моды в Москве. И вечерних платьев у меня сейчас гораздо больше, чем повседневные одежды. Когда я работала военным финансистом, меня больше всего угнетала работа от звонка до звонка. Да, конечно же, и сейчас я очень много работаю, минимум 9 часов в день. Но утром, вы бы проснулся утром и сказать. Доченька, а пойдем, давайте сегодня не пойдем в садик. Поехали в аквапарк. А может быть в кино? Или провести день в спа-салоне? Или просто потратить день на шопинг? Потому что в будние дни нет толпы. Когда другие работают, сетевики отдыхают. Вы со мной согласны? Мое текущее звание и номинация «Самый быстростущий топ-лидер в рейтинге России» это результат прошлогодней работы. Сейчас я работаю на закрытом квалификации исполнителя и директора. И мечты, которые я постоянно говорила со сцены, войти в топ-15 России, уже станет скоро очень реальной. И это заслуга прежде всего моей команды. Моих ребят, моих партнеров, каждого консультанта. И они, вот именно они для меня стали моей второй семьей. Мы каждый день общаемся в скайпе, в соцсетях. И самое яркое достижение прошлого года было то, как мы встретились на банкете директоров в Москве. Как мы встретились в Египте, как мы там зажигали. И, конечно же, мы уже сейчас во все обсуждаем, как мы встретимся на банкете директоров в Москве. В Сочи. И потом, конечно, будет Кипр-Греция. И это будет 21-я страна. Сарифлэй. Появился четкий фокус выращивать миллионеров. Старший золотой директор и твой доход 1 миллион рублей в год. Вы об этом задумывались? С этого уровня понимаешь, что мечты становятся реальностью. И что жизнь становится яркой не только для тебя, но и для твоих родных, близких, друзей. Ты понимаешь, что домик на берегу горя. Лучшее европейское образование для твоих детей. И исполнение заветной мечты твоих родителей становится не фантазиями, а действиями, целями, которые ты воплощаешь в будущем. И неважно, какая у тебя была какая-то яркая мечта, она не исполнится, если ты не действуешь. И ты не добьешься успеха, если будешь работать только в те дни, когда тебе хорошо. Настройтесь сразу на долговременный рост. И у вас не сразу будет все получаться. У вас не будет то, что вы запланировали. Это не всегда происходит. Важно никогда не сдаваться. Не сдаваться, когда вы не уверены в своем успехе. Не сдаваться, когда вы чего-то не понимаете. Не сдаваться, когда у вас что-то не получается. Не сдаваться, когда... Хоть партнеры не верят в близкие, друзья. У кого было такое? Простите. Просто не сдаваться. Не сдаваться, когда других поздравляют на сцене с какими-то достижениями. Просто не сдаваться идти дальше. А потом, а потом вы добьетесь успеха и вам скажут, «Ха, ей повезло, она не такая, как все». И найдут кучу доводов, потому что ты, ты, ты этого достиг. Только вы знаете, настоящую причину успеха это чувство. Потому что, потому что, когда вам было тяжело, вы никогда не сдавались. И я вам этого считаю... Желаю счастья в исполнении ваших месяцев. И никогда, никогда не сдаваться. Успехов вам! Передаю привет моей большой огромной команде, онлайн-про, онлайн-проэнсионалов, которые сейчас смотрят там. И как же я, ребята, хочу, чтобы вы все были рядом со мной. Но это, наверное, только теперь будет в Москве. Спасибо, спасибо всем вам. Спасибо, Килиал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok